Всем огромный привет! Привет, дорогие мои рукодельницы и те, кто любит смотреть мои переделки. Сегодня хочу поделиться с вами своим опытом, какие разнообразные шорты можно сшить, используя только один вариант выкройки. Шорты моего внука, которые ему стали немножко малы, и я решила сшить ему пару домашних шорт, в которых ему будет удобно кругом залезть, всё исследовать. Словом, не буду долго тянуть, кому интересно, присоединяйтесь, приятного вам просмотра. У меня есть выкройка, по которой я сшила шорты ещё для его папы. Итак, первые шорты, которые я выкроила для своего внука, это шорты изо льна. Задняя половинка шорт. Ткани у меня не слишком много, но как вариант, вот эту заднюю половинку я сшила из нескольких частей. Затем по швам стачивания по лицу проложила отделочную строчку. То же самое я сделала и с передней половинкой шорт. Вот они. Стачивать два кусочка и показывать, как я стачиваю на машине, скорее всего, не имеет смысла. Теперь мне нужно обработать вот этот боковой срез. Это вход в карман. Тёмная деталь. Это обтачка кармана вместе с мешковиной. Сразу хочу добавить эти полосатые шорты у меня как образец. Мне нужно сделать чуть пошире и немножко подлиннее. Это просьба невестки. Она меня попросила, чтобы шорты были даже слегка немножко такие мешковатые. Ковину кармана лицевой стороной укладываю на лицевую сторону шорт. Вравниваю. Пришила мешковину на машинке. Вот шов стачивания. Это изнаночная сторона. Затем эту мешковину вот таким образом отворачиваю на изнаночную сторону. Я вам сказала, у меня нет обтачки кармана. Сразу мешковина и обтачка, чтобы было меньше швов. Здесь проложу отделочную строчку. И еще пришью такой же кантик, вот как на этих шортах, полоску. Снизу на боковом шве есть пата с пуговичкой. Сделаем и на этих шортах точно такую пату. Показываю обработанный карманчик. Осталось его хорошенько отутюжить. Изнаночная сторона. Бачок, соединенный с мешковиной кармана. Сделала имитацию гульфика. Мешковина кармана, соединенная с боковой частью. Передняя часть шорт готова. Эти шорты шьются действительно быстро. Не буду говорить, что за пять минут, ну, за час их пошить вполне можно. Даже не имея никакого опыта. Заготовила полоску. Из нее я сделаю две паты. Такие вот, как на этих шортах. Немножко некрасиво здесь обработан низ. Видите, просто вот так отогнули. И вот эта оверлочная строчка здесь видна. Я сделаю немножко по-другому. Сделаю так, чтобы строчки вот этой оверлочной видно не было. Для этого я немножко шорты сделала чуть подлиннее. И вот таким образом сделаю манжетку. Будет чистый боковой шов. Ну, и вот сюда вставлю пату. Вот такая у меня будет пата. Пояс шорт, кроме эластичной резинки, еще решила затянуть небольшой шнурок. Нужного размера полоску вырезала по косой. Чтобы вывернуть эту косую бейку на лицо, чтобы у меня получился такой кругленький, толстенький шнур, есть много способов. У меня старый-престарый такая палочка, при помощи которой у меня и получается шнур. Можно, конечно, вдеть в штопольную иглу нитку, завязать крепко на узелок. И иглу ушком надо протянуть через вот эту всю бейку. Мне больше нравится вот таким образом. Таким же манером я делаю, если надо, и воздушные петли. Старый дедовский способ. Я вам уже говорила, что у меня ткани не очень много, поэтому пояс мне пришлось сшить из нескольких частей. И вот на этой центральной части пояса с изнаночной стороны я оставила небольшое незашитое расстояние. И вот через это маленькое незашитое расстояние я и затяну шнур. Двух сторон вот на этой незашитой части я сделала небольшие закрепки, чтобы шов стачивания как бы не выходил наружу через эти вот кусочки. Вот видите, все держится хорошо, аккуратно обработано с одной и со второй стороны. Показываю готовое изделие. Ткань на шортах еще такая новая. В процессе носки она, конечно, станет гораздо мягче. Вот моя пата. Пришила пуговичку. Вход в карман. Шнур. Всегда удобно затянуть его, чтобы отрегулировать ширину. Очередной вариант шорт, ну или может быть даже это бриджи. Использую ту же самую выкройку. И сейчас, используя вот этот образец, пошью еще одни шорты. Слово мне нужно повторить шорты, то есть увеличить шорты вот на эту небольшую деталь. Сделаем клапан, сделаем накладной карман. Все это делается очень просто. Задняя часть здесь с кокеткой. Ну и, конечно, пояс, в который втянута резинка. Приступаю к задней половинке шорта. Пошиву задней половинки шорта. Здесь вот эта кокетка. Посмотрю сразу, какое расстояние она занимает до начала пояса. Беру лекало. Смотрите, вот здесь есть рассечка. Я вот так произвольно, наискосок, сейчас приложу линейку. Вот подобным образом. Так, замеряю расстояние, чтобы быть точным. Она практически совпадает вот с этой рассечкой. Итак, я сделала необходимые мне приблизительные замеры. И сейчас мелом на лекале провела линию. Получилась кокетка. Кокетка на этом лекале целая. Чтобы получить отрезную кокетку, обрисовываем это лекало по контуру на какой-то бумаге, отрезаем кокетку, добавляем припуски на швы. Второй вариант шорт. Кусочки небольшие, но вполне хватит, чтобы выкроить из них шорты или риджи нужного мне размера. Ткань с небольшим принтом, маленькие лодочки. Смотрите, ткань. На её я укладываю лекало задней половинки шорт. И вот видите, я уже отрезала кокетку. Делала её чуть-чуть больше. Добавила швы на стачивание. Забыла вам сказать. Вот сейчас положу опять лекало. Смотрите, я здесь уже удлинила шорты. И немножко срежу их ширину. У меня есть образец. Я на его ориентируюсь. Вот так приблизительно положила. И вижу, насколько мне нужно и где, и что убрать. Я пришила кокетку. Приложила лекало и всё осноровила. Вот у меня здесь на лекале должна была быть отрезная кокетка. Здесь я удлинила шорты. Определилась с их шириной. Если убрать лекало, вот видите, кокетка пришита. Как будто бы изначально на лекале она была отрезная. Лекало-шорт с боковым карманом и с притачным бочком. Здесь надо сделать накладной карман. И вот удлинить эти шорты. Видите, вот настолько прикладываем. И сделать нижнюю часть с небольшими складочками. Но эти складочки, скорее всего, чтобы на коленках было удобнее ребёнку. На ткань кладу лекало передней части шорт. Сразу приложила вот этот отрезной бочок. Ну и немножко здесь добавлю. Здесь же будет у меня нижняя часть шорта. Сейчас нам нужно сделать накладные карманы. Клапан, конечно, можно померить и сделать точно такой. Я же делаю всё гораздо проще. Приложила кусок полиэтилена. Он достаточно такой плотный. Затем вот так прикладываю линейку. И маркером очень хорошо всё получается. Обвожу этот клапан по контуру. Вот таким вот всё образом. Снимаю иголку. У меня получилось готовое лекало. Осталось его только вырезать и добавить припуски на швы. Клапан будет состоять из двух частей. Верхний и нижний. Поэтому припуски на швы просто необходимы. Чтобы клапан получился нужного размера. Такой, как на образце. Точно так поступаю и вот с этим накладным карманом. Дорогие мои девочки, которые только начинают шить. Не забывайте добавлять припуски на швы. Без них нужного размера карман не получится. Выкраиваю поликалу карман. Вот добавляю припуск вот здесь. Здесь, наверное, вообще оставлю. Он будет входить в боковой шов. Потом подмерю. Ну и со всех сторон добавляю припуски на швы. Ещё раз повторяю, чтобы карман получился точно такой, как на образце. Тем более я уже заготовила клапан. Вот этот клапан. Сейчас я его приложу к шортам. Примерим. Вот, видите? Получился у меня клапан. Это второй клапан, видите, с размерами. Я угадала. Получился один к одному. Замеряю на образце. На каком расстоянии. Вот здесь и вот здесь должен быть расположен клапан. И сейчас его пришью. Одна из половинок передней части шорт. Я провела линию. Всё уже примерила. Сейчас мне эту линию нужно перенести на вторую половинку. Одна сторона клапана у меня обработана на верлоке. Когда я притачаю клапан к шортам, этот шов видно не будет. Делала посильнее, так сказать, меловую линию. Сейчас сложу обе половинки и просто легонько постучу, и эта линия отобьётся на второй половинке шорт. Вот, видите? Можно, конечно, сколоть эти две половинки. Потом проложить специальный намёточный ручной стежок, разрезать. Но ткань тонкая и линии меловые прекрасно отбиваются. Зачем делать ненужную работу? Осталось выкроить вот эту нижнюю часть с небольшими складочками. Я её приблизительно замерила и наметила на каком расстоянии. Вот, видите, нитками будут вот эти складочки-защипы. Показываю вам очередные шорты, которые получились на основе всё той же одной выкройки. Моя цель сейчас не показать, как сшиты шорты, а я вам показываю, что просто берёте основу и чуть-чуть её меняете. Чтобы изменить шорты, особых навыков и не надо. Было бы желание. Ещё один вариант шорт, который я шила точно по этой же выкройке. Здесь я немножко просто меняла полоску, направление полоски. Если вам понравились эти шорты, то в конце видео будет подробная выкройка. Дорогие мои девочки, хочу показать вам ещё одну переделку. Но там уж точно проще, простого, исправиться, говорю вам, 100% любая. Небольшая сумка, которую я купила в фикс-прайсе. Она называется сумка, не косметичка. Стоит она 12 белорусских рублей. Вы мне можете написать, а что ты сама не можешь пошить такую сумку? Могу. Но вы знаете, здесь так хорошо обработаны все внутренние швы. Видите, запакованы специальной лентой. Вшита молния. Я сейчас её быстренько чуть-чуть изменю. Возможно, кому-то пригодится моя эта идея. Зачем нужна такая сумка? Ну, например, вы идёте на прогулку или гуляете с детьми или с внуками, положить в неё телефон, кошелёк, ключи, метичку, которая с возрастом превращается в таблетницу. Вот такая сумка нужна. Джинсы. Я их купила в секунде на скидке в 90%. Заплатила 1 рубль 35 копеек. В мешке, сразу скажу, таких джинсов не было. Да, и джинсы у меня сразу забирают. Джинсы нужны мне для того, чтобы срезать узор, который есть на одной из брючин. Готовая аппликация, я смотрела, стоит около 5 рублей. Да, к тому же, я не смогла подобрать тот вариант, который мне нужен. Замеряю, какого размера лоскут я должна вырезать. То есть, какого размера должна быть будущая аппликация, которую я пришью вот на эту переднюю стенку этой небольшой текстильной сумки. Определилась с размером. Вы знаете, наверное, чуть-чуть буду добавлять. Вот здесь, видите, расстояние. Может быть, вот. Потому что хочу ещё сделать небольшую бахрому. Поэтому вот здесь, если начну махрить, прямо близко к рисунку. Поэтому сделаю вот здесь такой небольшой, как бы, запас, чтобы у меня была возможность, как я вам уже сказала, сделать небольшую бахрому. Украиваю по контуру, и у меня получается готовая аппликация. В магазине были ещё другие варианты. Но я решила, что вот именно вот эта аппликация подойдёт мне лучше всего. Беру получившийся кусочек. Вот он такой, пока я ещё ничего не махрила. Прикладываю вот на сумку. Смотрите. Вот что у меня получится. Потом этот кусочек вручную пришью вот к этому карману, и ничего видно не будет. Того я не хочу утяжелять сумку, чтобы она оставалась такой же лёгкой и невесомой. И вот этот шов распарывать я тоже не буду. Потому что вот этот срез внутри обработан такой жёсткой корсажной лентой. Делаю нужную мне бахрому. С двух сторон она получается такой светлой. А с двух, вот где поперечные нити, тёмной, вот прикладываю её сюда. Сейчас заколю, чтобы она никуда не перемещалась, когда я её буду пришивать. Брутновской иголкой заколю, ничего примётывать не буду. Пришивать буду снизу, вот здесь и сверху. В карману на передней стенке. Я об этом вам уже говорила. Убираю нитки. Вот это мне показалось по цвету подходит, но на какая-то слишком толстая. Можно было вот этот шпагат использовать. Тем более и стразы на узоре есть такого же цвета. А потом нашла вот такие нитки, как они назывались, штопка. И решила, что ими работать мне будет легче. И подойдут они сюда, мне кажется, получше. Пришила я аппликацию. Вот сверху делала швы, такие петельки. А потом их разрезала. Получилась как бы ещё дополнительная бахрома. Снизу карман же я не отпарывала. Делать такой шов было неудобно. Поэтому просто вот такой ручной шов. Ну и мне, я вам показала, нужно ещё изменить плечевой ремень. Выкраиваю всё из тех же джинс полоску нужной мне длины и ширины. Затем я её пришью на одну из сторон вот этой бывшей длинной ручки из корсажной ленты. Всё готово, но решила показать вам ещё небольшую мою такую задумку. Вот нарезала из этих джинс небольшие кусочки. Размахрила эти кусочки с двух сторон. В одном из последних видео я вам показала, что купила себе вот эти полуботинки, как они были заявлены. И сейчас хочу пришить сюда вот эти полоски, чтобы моя сумка новая подходила под мою вот эту новую обувку. Дорогие мои зрители, часто в комментариях вы меня поддерживаете и говорите, делайте то, что вам нравится. Сделала и вам показываю. Ну и, конечно, сумка. Вот она, посмотрите, что получилось. Ну, согласитесь, раз-два и готово. И больших денежных таких затрат не понесла. И, как я вам говорила, в конце выкройка шорт. Возможно, кому-то она пригодится. Все размеры даны в сантиметрах с припусками на швы. Можете остановить на паузу. Внимательно смотреть. Вот это пояс. Это линия сгиба. Длина пояса дана в половинном размере. Значит, чтобы получился нужной вам длины, лекало нужно увеличить в два раза по длине. Но всё остальное, я думаю, вы разберётесь. На этом я своё видео заканчиваю. Благодарю вас за то, что вы нашли время и посмотрели его. Как всегда, желаю вам крепкого здоровья и желания что-то делать, что-то менять. А всем дачникам, конечно, с нетерпением дождаться начала дачного сезона, которого, кстати, жду и я. Дорогие мои девочки, хочу вам сказать, что вы можете сходить в секонд на скидку в 90% и посмотреть какие-нибудь шорты. Главное, чтобы они были не слишком растянуты. распороть их и сделать нужное вам лекало. Ну, конечно, шорты вы должны подобрать по размеру. Конечно, когда будете подбирать шорты, смотрите, из какой ткани они сшиты. Потому что лекала, шорт, которые сшиты из трикотажа, могут не подойти, не стать лекалами, если вы захотите шорты выкроить из какой-то более плотной ткани. Ну, например, из хлопка. Возможно, вы всё это знаете и без меня. Поэтому с вами я прощаюсь и увидимся снова. Пока-пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...